Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. С 1 марта 2023 года изменилась система обучения охране труда на рабочем месте. Как работодатель теперь может организовать обучение безопасному труду своих сотрудников? Кто поможет выбрать правильную форму работы в новых условиях? В нашей студии Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый вечер. Итак, насколько я знаю, с 1 сентября еще вступило в силу постановление правительства о новом порядке обучения по охране труда. Вот как теперь выглядит это обучение и зачем вообще все эти изменения? Ну, данный документ вызвал довольно большую заинтересованность со стороны профессионального сообщества, именно специалистов в области охраны труда и работодателей, просто неравнодушных к этой теме людей. Очень долго мы жили со старым документом, совместным постановлением Минтруда и Минобразования 1.3.29, но вот с 1 сентября уже назрела необходимость что-то менять. В Минтруде были две, так скажем, варианты развития событий, либо вносить изменения в уже действующий документ. Ну, они решили подойти более глобально и издали совершенно новое постановление правительства 2464, которое как раз вот с 1 сентября, как вы правильно сказали, и начало действовать. Основными, так скажем, новыми вехами это у нас появился новый подход к процессу обучения по охране труда. То есть, если раньше у нас все обучение по охране труда сводилось к выбору двух вариантов. Либо мы отправляем всех учиться в учебный центр, либо, собственно говоря, обучаем всех внутренней комиссии. И программа обучения была только одна, просто обучение по вопросам охраны труда. С 1 сентября у нас появилось разделение на три темы, то есть обучение, грубо говоря, руководителей организации общим вопросом охраны труда. Обучение непосредственно, так скажем, ну как это задумывалось для офисных работников, на чьих рабочих местах есть те или иные факторы. Это и офисные работники, и работники рабочих профессий, на чьих рабочих местах могут быть вредные и опасные условия труда, и опасные факторы в том числе. И отдельно выделена была группа работников, это те, кто проводит опасные работы. Ну, потому что подход к этим процессам обучения тут будет у нас довольно серьезно отличаться. Ну и кроме того, появились две совершенно отдельные темы касательно обучения. Это обучение вопросам оказания первой помощи. Это действительно тема довольно актуальная, потому что, как показывает международная статистика, что порядка половины людей, погибших в результате несчастного случая на производстве, их можно было спасти, если бы, опять-таки, люди, которые находились рядом с ними, то есть мы говорим не о врачах, не о бригадах скорой помощи. О простых людях. О простых людях. То есть элементарные приемы, непрерывный массаж сердца, искусственное дыхание, наложение жгута. Правильное наложение жгута. Правильное, совершенно верно, да. Именно эти нехитрые навыки могли бы спасти этих самых людей. И вот теперь отдельные категории работников в обязательном порядке должны проходить этот самый вид обучения. Это и должностные лица, это и работники рабочих профессий, и водители автотранспортных средств. Ну, те, которые наиболее часто у нас сталкиваются с подобными ситуациями. Но при всем при этом работодателю ничто не мешает обучать абсолютно всех работников оказания первой помощи. Ну, и как вот мой опыт подсказывает, что эти знания лишними не будут абсолютно никому. Причем в новом порядке обучения у нас представлены темы, по которым необходимо обучать вопросам оказания первой помощи. И они как раз затрагивают самые такие наиболее часто случайшиеся ситуации. Поперхнулся человек, допустим, асфиксией, что может вызвать поражение электрическим током, вывихи, переломы и прочее. Все, что с этим связано. Ну, порезы какие-то серьезные. Порезы элементарные, да. Тем более, что в прошлом году вот на моей практике, ну, из средств массовой информации впервые узнал, что человек порезался бумагой, и это привело к летальному исходу. К летальному исходу от пореза бумагой? Совершенно верно. Если не обработать рану, ну, мы понимаем, что может это закончиться. То есть он не кровью истек, а просто потом... Нет, ну, конечно, да. Совершенно верно. Поэтому в каких бы безопасных условиях нам бы не казалось, мы работаем, от несчастного случая никто не застрахован. Обучение, показание первой помощи, штука тоже очень важная. Ну, и еще отдельным видом обучения у нас является обучение по использованию и применению средств индивидуальной защиты. Мало того, что мы работникам выдаем спецодежду, мы в отдельных случаях, когда спецодежду нужно знать, как применять, как использовать, в обязательном порядке должны обучить. Ну, вот у меня в практике были два характерных примера. Первый пример, когда работник, надев противогаз, залез в кондиционной колодице, там задохнулся. Казалось бы, как это можно сделать? Это можно сделать очень легко, если ты думаешь, что противогаз – это вот эта резиновая маска. То есть ни фильтрующих устройств никаких, ни трубка, выведенная на поверхность, ни кислородного баллона, соответственно, ничего, если у тебя нет. В чем причина? В том, что работнику, опять-таки, не объяснили, как именно, что такое противогаз, как его необходимо применять, как его необходимо использовать. Ну, то есть в армии он, судя по всему, тоже не служил, и команду газа он тоже не знает, ему не показывают. Все возможно, все возможно. Второй пример у нас был несколько лет назад, когда человек, одевшись полностью в спецодежду, работа на высоте, прикрепился страховочной привязью, и когда произошел срыв, он сорвался. Казалось бы, он и прикрепился, но от длинного стропа оказалось больше высоты дома. Ну, пятиэтажные дома они у нас не обратил внимания, совершенно верно. И, соответственно, они ни в коем случае не помогли. Опять-таки, если бы работник прошел соответствующий вид обучения, если бы он подумал об этом, если бы он более грамотно подходил к вопросу, в том числе и своей безопасности, то это спасло бы его жизнь, ну, а его начальника уберегло бы от уголовной ответственности. Ну, да, кстати. Совершенно верно, да. Это вот основные такие вехи, на что хотелось бы обратить внимание. Ну, и еще важным моментом у нас является вопрос оформления. Оформление процесса обучения. Да, вот, кстати, ведь это же такая работа, ну, так, если уж совсем откровенно говорить, где правильно оформить документы, это крайне важно и для руководителя предприятия, и для руководителя Департамента охраны труда, если таковое имеется, ну, или человека, на которого возложены эти обязанности. То есть нужно человека проинструктировать, нужно его обучить, и нужно это правильно задокументировать, если я правильно понимаю. Да, совершенно верно. А теперь у нас с точки зрения оформления процесса обучения, Минтруд, наш регулятор в данной сфере, он в хорошем смысле этого слова стоит на позициях либерализации. То есть он дает возможность работодателям самим определять, как именно они будут оформлять отчетные документы. Если раньше у нас существовали формы журналов инструктажей, раньше у нас существовали формы протоколов проверки знаний, удостоверений, которые выдаются на руки работникам, то теперь в новом порядке обучения указано только, что должно держаться в этих документах. Больше того, касательно инструктажей, законодатель нас даже не обязывает иметь соответствующие журналы. Вы можете самостоятельно определять, как вы будете фиксировать факт проведения инструктажей по охране труда с работниками, как они будут у вас, соответственно, храниться, где будут храниться. Все это отдано налогам работодателям. Но при всем при этом работодателям, конечно, не нужно впадать в полную эйфорию и думать о том, что теперь это не нужно делать, потому что у меня никто это не посмотрит. Да, это, конечно, совершенно неверная позиция. То, что наш законодатель дает возможность нам самим определять некоторые моменты, это нисколько не освобождает нас от самой необходимости проведения обучения. Одной из наиболее частых причин, почему у нас происходят несчастные случаи, это как раз необученность работников. То есть они либо не обучают совсем, либо не соблюдаем сроки обучения по охране труда, ну и из-за этого работники забывают, как им необходимо правильно проводить их непосредственные работы. Ну и здесь ведь важный еще момент какой. Вот вы сказали, что теперь документы сам человек, сам руководитель оформляет и решает. Здесь ведь важно самое главное не бросить их вести в принципе. Абсолютно. У нас есть... Потому что такой вот соблазн возникает. Или там начать писать на каком-нибудь там листочке, там ознакомлен, там и их там подложил, а потом в самый необходимый момент ты его не найдешь. Конечно. Мы всегда работодателем при проведении различных семинаров, при проведении профилактических визитов постоянно говорим о том, что обучение это делается не для проверяющих. Обучение это делается для безопасности самого работодателя. То, что он может спокойно спать, что работники у него обучены, что они квалифицированы, что они пальцев в розетку, грубо говоря, совать не будут, что это вдумчивые люди. Или если они полезли на крышу, то они измерят длину стропы спасательной. Ну, конечно, конечно, да. То они будут понимать, как им необходимо правильно проводить работу. Потому что, опять-таки, любой несчастный случай ничем хорошим для работодателя закончиться в принципе не может. Поэтому очень важно, чтобы они, эти самые работники, были обучены, во-первых. Во-вторых, что при проведении любых контрольных мероприятий он мог подтвердить факт, что работники у него прошли это самое обучение. И каждый раз говорим, что это нужно ни в коем случае не проверяющим, это нужно самому работодателю. В соответствии с законом о контрольных мероприятиях у нас теперь есть возможность, имеется в виду, у работодателя есть возможность приглашать к себе, в том числе и представителей контрольных органов, для того, чтобы проводить у них профилактические визиты. То есть, чтобы смотреть, в каком состоянии находятся вопросы охраны труда, как именно ведется нормативная база по охране труда, в том числе по вопросам обучения. Потому что документ у нас по порядку обучения довольно новый, вопросов у работодателя возникает много, поэтому рекомендую всячески работодателям, даже вот на этих первых этапах, приглашать к себе компетентных специалистов. А это и представители госинспекции труда, это и представители министерства труда областного, областного, это и представители города, то есть наша администрация города Самары, чтобы мы посмотрели, как вы правильно или неправильно вы оформляете и ведете эту самую документацию. Потому что она хоть и либерализована, но она все равно не должна вестись. У меня, знаете, момент какой возникает, вот то, что вы сейчас говорите, вот я просто ставлю сейчас себя на место, у руководителя предприятия, допустим, да, у каждого возникает вопрос, вот, ну, из серии не буди лихо, пока оно тихо. То есть не высовывайся и живи спокойно. Это вот все равно, что сейчас сказать, давайте пригласим представителя налоговой службы, для того, чтобы он проверил, нет ли у меня случайно каких-то ошибок. Я к чему сейчас веду? Ведь это же, ну, страшно по-русски говоря. А если выявят нарушения, тебе на них просто укажут, и ты сможешь их исправить? Или тебя начнут тут же наказывать? Потому что первая мысль, которая возникает, вот я сейчас их приглашу, этих хумных людей, они у меня накопают и оштрафуют. Зачем мне это надо? Именно что оштрафовать в процессе вот этого мероприятия, профилактического визита работодателю не может никто. Потому что все сведения, которые становятся известны в процессе этого самого мероприятия, во-первых, они остаются между стороной, инициирующей вот этот мероприятие, то есть работодателем, и тем, кто проводил профилактический визит. Во-вторых, штрафовать за них ни в коем случае нельзя. Это запрещено законом. Поэтому всячески рекомендуем не пренебрегать этой практикой. То есть это вот прям еще раз, это очень четко прописано, это требование закона. Это нельзя. То есть если вот ко мне пришли и нашли, они мне просто должны указать, я исправляю. Вам укажут, вам дадут время на устранение, вам подскажут, как необходимо это устранить. Ну, конечно. То есть не будет такого, что... Ну, а теперь дорогой... Ну, конечно, работодателям нужно понимать, что за них никто работу делать не будет. Ну, это понятно. Ну, некоторые стоят на тех позициях, вы нашли, вы исправляете. А, то есть в смысле логика такая, что вы мне указали, что неправильно оформлены документы, а сделайте-ка мне правильные там... Да, сделайте мне правильные документы, как это должно быть оформлено. Ну, конечно, никто не будет делать. Но это не только связано, допустим, с тем, что неохота, да, это времени просто банально нет. Ну, конечно. Заниматься за каждым. Ну, и тем более, это совершенно не компетенция этих самых органов. Но это не входит в их служебные обязанности. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Да. И что касательно вот этих документов, которые отчетных, мы с вами будем оформлять по итогам обучения, по вопросам охраны труда, нам следует не забывать о том, что у нас есть документы, а именно приказ Госархива, который у нас регламентирует, сколько какой документ должен храниться. Про эти вопросы мы тоже не забываем. Что у нас инструкции по охране труда хранятся не менее пяти лет в том числе, поэтому эти вещи мы тоже не забываем. Хоть у нас и подход к этим вопросам стал более, так скажем, либерализованный, но при всем при этом от хранения документов нас это никто не освобождал. То есть вот, допустим, документы за предыдущие годы, это не означает, что их можно вынести на помойку, выкинуть и забыть и начать оформлять по новому. Не в том случае. Потому что с тебя могут их спросить. Конечно. Вот тогда вопрос. Вы сказали, что теперь изменилась вот эта система организации обучения безопасному труду. Вот как теперь можно обучать безопасному труду? Так, по-моему, существует вот несколько путей, да? Совершенно верно. Принцип обучения у нас в целом схожий с тем, что и было раньше. В принципе, работодатель принимает на своем месте решение от проведения обучения, где мы будем проводить обучение наших работников. Есть отдельные категории, которые подлежат обучению только в учебных центрах. Но это сам работодатель. Работодатель – это директор, в смысле? Да, совершенно верно. Это директор, это его заместитель, который в случае чего, соответственно, которых тоже возлагаются обязанности работодателей в области охраны труда. Это лица, проводящие инструктажи по охране труда и ответственные за безопасность проведения работ. Это самые специалисты по охране труда. Это члены комиссии, которые проводят обучение и проверку знаний и требований охраны труда. Это и еще другие категории. Они у нас проходят в обязательном порядке обучения в учебных центрах, которые в обязательном порядке должны иметь документ, подтверждающий правомощность проведения соответствующего обучения. В настоящий момент у нас учебные центры не обязаны иметь образовательную лицензию, но при всем при этом они обязаны иметь аккредитацию от Минтруда. То есть учебные центры, эти они частные могут быть? Могут и частные, могут быть и государственные, абсолютно любую форму собственности. При этом нужно понимать, что у нас с 1 марта, это очень важная дата с контекста обучения по охране труда, с 1 марта у нас все учебные центры должны, до 1 марта должны были пройти переаккредитацию. То есть заново подать документы на соответствие их новым требованиям. На официальном портале Минтруда, на официальном сайте Минтруда у нас есть специальный реестр учебных центров, в которых прописывается статус, прошли ли они аккредитацию или не прошли. Мы должны понимать, что те учебные центры, которых там в принципе не фигурируют, или же у которых аккредитация в настоящий момент отозвана, они не имеют права проводить соответствующий вид обучения. Это что касается обучения в учебных центрах. Но при всем при этом работодатель в отдельных случаях, он может не только направлять на обучение в учебные центры, но и проводить обучение некоторой категории работников в своей внутренней комиссии. То есть внутри предприятия? Внутри предприятия. Это, во-первых, удобно с той точки зрения, что вы меньше отвлекаете время работников от производственных своих реалий, производственного процесса. Во-вторых, вы можете влиять на процесс обучения, то есть опять-таки поднимать в процессе обучения те вопросы, которые вам действительно необходимы. И вместе с тем меньше времени тратить на те моменты, на котором вы никогда не сталкиваетесь. Ну и в-третьих, опять-таки, что тоже не менее важно, вы сами определяете, как будет проводиться этот самый процесс обучения. То ли это использование каких-нибудь дистанционных технологий, в электронном ли это виде может тоже попроводиться. Либо же работодатель любит, как вот в старых системах, то есть лекции, колокол и прочее. То есть тут работодатель абсолютно вольный в своих вариантах, как они будут проводить обучение своих работников. Для обучения есть несколько существенных условий. Ну, во-первых, у нас должны быть обученные люди, не меньше двух человек, которые будут проводить у нас обучение. Внутри предприятия, которые будут? Внутри организации, да. Соответственно, они должны пройти обучение. Должна быть сформирована комиссия по проверке знаний. Это не меньше трех человек, которые обучаются в учебном центре. То есть те, которые у нас проверяют знания и подтверждают тот факт, что работники у нас прошли это обучение. Кроме того, работодатели, которые у нас принимают решение обучать работников внутри организации, а в данном случае и речь идет о работниках категории специалисты, ну, это те же самые офисные работники в том числе, и работники рабочих по профессии. Опять-таки, это не обучение не по профессии, а именно обучение по вопросам охраны труда. Они должны, вот эти организации, подать уведомление о таком намерении в Минтруд и быть включены в специальный реестр организации предприятий, которые проводят обучение своих сотрудников. Требование довольно новое, оно у нас вступило в силу с 1 марта. Ну, и я надеюсь, что уже наши работодатели озадачились этим вопросом, озаботились, потому что там, честно говоря, сложного нет практически ничего. Через портал госуслуги руководителя организации по ИНН мы заходим, находим себя в этом самом реестре, подаем соответствующие заявления. У нас в наших информационных источниках на портале, на странице охраны труда в Самаре есть и памятки, и методические пособия, и ролик недавно выложили, как именно необходимо регистрироваться, как именно подавать уведомления. Там сложного нет абсолютно ничего. После того, как мы подали уведомление, ну вот я сам лично, когда подавал уведомление за свою организацию, подал уведомление где-то в 4 часа вечера, на следующий день в 12 наша организация в реестре уже появилась. То есть это проходит очень и очень оперативно. Не забываем также о необходимости наличия материально-технической базы для процесса обучения. То есть у нас, если мы выбираем способ и вариант обучения через дистанционные технологии, соответственно, они у нас, в принципе, должны быть. Если мы будем проводить какие-то лекционные материалы с использованием проектора, то, опять-таки, проектор у нас тоже должен быть. Если мы проводим обучение по оказанию первой помощи, ну, на живых людях, честно говоря, проводить обучение по оказанию первой помощи не самая лучшая идея. А вместе с тем, по новому порядку обучения, 50% времени, которое мы тратим на процесс обучения, должна занимать практика. Потому что в теории, конечно, можно много что рассказать. И как жгут наложить, и как шин наложить, и как искусственное дыхание делать. Но если вы руками это не прочувствовали, ну, это будет малоэффективно. Поэтому 50% времени, поскольку нам нужно проводить практические занятия, значит, у нас должен иметься тренажер для оказания первой помощи. Манекен некий, да. Ну, они правильно называются тренажер, но, по сути, выглядят как манекены. На живых людях такие приемы делать нельзя, но они очень, если неправильно делать, это может закончиться очень печально. Ну да, например, массаж сердца непрямой, это же можно грудную клетку сломать. Грудная клетка – это пробит, и можно и сердце остановить таким образом, вызвать аритмию и остановку сердца. Поэтому ни в коем случае на живых людях, еще раз повторяем, не повторяйте и не отрабатывайте эти приемы. Те же самые овязки – это менее травматично. Эти варианты, пожалуй, что можно рассмотреть. Но вот что-то действительно связано с сердечно-легочной реанимацией, эти варианты лучше, конечно, отрабатывать на специальных тренажеров. С учетом ковида сейчас тоже как-то идея такая связана. Ну да, совершенно верно. Все это вносит в свои особые производственные реалии. При этом у нас нигде не оговаривается, что тренажер должен быть в собственности организации, поэтому договор аренды и безвозмездного пользования тоже вполне себе допустимы. Я узнаю, что некоторые организации, что называется, вскладчину, закупают тренажер на несколько организаций, и периодически они его между собой друг у друга берут. Ну, если у вас небольшой штат в организации, то не каждый день, как минимум, он потребуется вам. Аналогичная ситуация у нас с обучением по использованию средств индивидуальной защиты. Не меньше 20% должна занимать практика. То есть, опять-таки, как надеть противогаз, мы, конечно, на картинку показать-то вам покажем. Но очень важно, чтобы мы еще и практически умели им пользоваться, чтобы противогаз плотно прилегал, потому что, опять-таки, ситуации могут быть абсолютно разные. И если противогаз у нас на размер больше или на размер меньше, это скажется очень серьезно и очень трагически. Ну да, и опять же, чтобы не было такое, как вы рассказали, когда человек надел противогаз, но у него там нет фильтрующего элемента, и он, собственно, и не знал, что он там должен быть. Да, совершенно верно. Вот скажите, а как вообще, на ваш взгляд, выбрать правильно вот эту форму обучения в новых условиях работодателю, руководителю предприятия? Вы бы что посоветовали? Потому что есть возможность всех отправить в учебный центр и там обучать, а есть возможность значительную часть обучать внутри компании. Что лучше, на ваш взгляд? Ну, здесь нужно, во-первых, работодателю самому решить. То есть, опять, зависит, во-первых, от материальных возможностей самой организации. Если они не хотят тратить много времени на процесс обучения, им неохота создавать комиссию, неохота, соответственно, глубоко погружаться, то, пожалуйста, можете отправлять всех в учебный центр учиться. Если работодатели более считают свои деньги, либо же для них очень важен именно контроль за качеством проведения обучения. Специализация вот эта. Специализация, совершенно верно. То тогда, конечно, лучше те категории, которые можно, соответственно, проводить обучение внутренней комиссии, стоит выбрать как раз вот этот вариант. Но при всем при этом мы должны понимать, что ни в коем случае в формальных процессах обучения подходить нам нельзя. Если мы делаем обучение чисто ради галочки, чисто ради того, чтобы проверяющим показать протокол проверки знаний, то ничем хорошим это ни в коем случае не закончится. Да, сегодня у нас не произошел несчастный случай, но что нам гарантирует, что он не произойдет в дальнейшем. Чем более качественный, чем более обученный у нас персонал, тем больше безопасности для работодателя от штрафных санкций, от уголовной ответственности в том числе. Вот кто может помочь вот в этом выборе? Вот вы уже перечислили организацию. Вот кому можно обратиться за консультацией? Ну вот ваш департамент по управлению персоналом и кадром политики, еще куда можно обратиться? Что вы посоветуете? Потому что не все организации большие, где есть отдельные специалисты или целые департаменты штат, которые за этим следят. Вот малый бизнес, средний бизнес, куда идти? Ну начнем с себя. То, что мы проводим довольно большое количество мероприятий, в том числе и по данной теме. Не так давно мы проводили большой дистанционный семинар. Видео нашего семинара на портале, в группе ВКонтакте оно есть, оно размещено в свободном доступе, тоже можно посмотреть. Мы приглашали туда эксперта со стороны Минтруда Самарской области, где мы разбирали вот эти вот моменты, по которым у работодателей чаще всего возникают вопросы. В том числе и отвечали на вопросы, которые были у зрителей нашего мероприятия. В ближайшее время мы будем проводить еще и очные семинары, куда будем приглашать наших ребятников, других работодателей. Мы проводим их во всех районах нашего города, потому что мы прекрасно понимаем, что доступность. А то есть вы по районам проводите, да? В том числе и по районам. То есть мы понимаем, что есть у нас работодатели, у которых есть проблемы с передвижением, в том числе и по городу, и маломобильные. Мы и на них тоже рассчитываем. Поэтому в том числе и с географической точки зрения мы тоже выбираем эти самые места. Ну, с Красной Глинки доехать до центра города за часы бывает очень сложно. Поэтому подобные мероприятия, в том числе и очные, будут проводиться на территории еще и муниципальных районов. Об этом мы тоже забывать ни в коем случае не будем. Также у нас есть электронная почта, телефоны, на которые любой абсолютный человек, гражданин ли это, работодатель ли это, могут задать свои вопросы. Кстати, ВКонтакте, в группе у нас тоже есть специальная вкладочка «Задать вопрос специалисту». Поэтому тоже, пожалуйста, в любой момент мы приглашаем к контакту любых абсолютно работодателей, граждан. Телефон нашего отдела 332-8601, 333-4574. Поэтому если у кого-то будут возникать вопросы по этой теме, пожалуйста, милости просим. Не забываем также о том, что очень большую работу в данной сфере у нас проводит Минтрут Самарской области. Они тоже проводят различные, в том числе и семинары, и дистанционные мероприятия, ну и еще и специалисты у них периодически выезжают на предприятия с проведением разъяснительной работы. Ну и, конечно, Государственная инспекция труда Самарской области. У них каждый день дежурит дежурный специалист. На официальном сайте Госинспекции труда Самарской области можно всегда найти телефон горячей линии, на которой в обязательном порядке инспектор дежурный ответит на все вопросы, в том числе и по теме охраны труда, и обучение по охране труда. Дмитрий Владимирович, спасибо за интересную, содержательную и, главное, полезную беседу. Я надеюсь, что вот все те советы, они будут реализованы, ну а все знания, они понадобятся только в теории, чтобы не было никаких несчастных случаев. Спасибо. Спасибо большое. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова